привет привет мои красавицы девочки и с вами Лилия Донскова и сегодня мы с вами поиграем с этими новыми стиками от компании oriflame серии the one их всего у меня 1 2 3 есть румяна есть контуринг и есть хайлайтер я буду делать это буквально можно сказать второй раз один раз я уже попробовала скорую руку теперь будем вместе с вами разбираться что же куда наносить я не профессионал в нанесении всяких контурингов и так далее поэтому покажу как я это чувствую как я понимаю как нужно носить и так конечно же из всех троих я выберу сначала контуринг это логично потому что нет смысла носить хайлайтер если нет еще румян и другого продукта сразу скажу что стики без аромата абсолютно они выкручиваются закручиваются очень удобные маленькие из прозрачной крышки это здорово что сразу видно какой продукт берешь в руки и так даже наносить этот самый контуринг с ним можно делать конечно чудеса если постараться сделать более такой продуманный макияж потратить больше времени но так как нам нужно уложиться за короткое время и просто сделать освежающий легкий красивый макияж поэтому я буду делать с одной половинкой буду только работать чтобы сравнить потом разницу будет ли видно результат или нет напишите мне в комментариях итак беру контуринг и прокладываю его вот по этой части лба раз потом на скулу то есть чтобы подчеркнуть скулу смотрите я наношу от верхней части уха и эта линия должна заканчиваться там же где заканчивается глаз не нужно делать это больше если вы хотите чтобы лицо было узкая линия должна быть прямая если хотите немного скруглить и сделать более круглые щечки то линия должна быть немного закругленная то есть мы делаем вот так вот раз так вот я прокладываю линию и заметьте я увожу волосяную часть потому что нам нужно будет все это растушевать и сделать гармоничным чтобы лицо было более стройным и четкий контур лица то я конечно же проведу вот здесь вот темную тень чтобы сделать лицо более таким вот ровным немножко вот сюда вот губой тень чтобы губа смотрелась более объемная немного можно вот сюда капельку затянуть как бы я углублю вот это место потом растушу для того чтобы сделать губы более пухлыми попробую может не получится так что я буду делать с носиком у нас у меня длинненький так скажем выдающийся нос и есть у меня вот тут горбинка которая как платформа дает ширину я хочу ее чуть-чуть убрать то есть я рисую можно кисточкой можно прям этим стиком я рисую более ровную линию и вывожу вот сюда укорачиваю себе нос надеюсь получится и чтобы он был курносый я вот тут заложу тень чтобы пипка была выше вот у меня получится такой носик надеюсь получится так ну можно брать кисть и тушевать я беру кисточку такую не сильно набивную и не слишком пушистую и начинаю тушевать втушевывая волосы обязательно так здесь вот я немного лоб сузила чтобы он был не таким огромным растушевываю линию контуринга мне же не нужно чтобы у меня была эта линия четкая вот скула появилась нижнюю часть и все наверх видите я движение все вверх делаю кисточку можно чуть-чуть поджать и ей же делать такую тушевочку так с носиком придется чуть повозиться можно даже возьму такую более тонкую кисть и аккуратненько да вот тут не довела чуть-чуть линию в бровь уходящую вот тут так должно быть мне так кажется что так должно быть так увожу сюда линию растаскиваю хочу сделать более аккуратный носик маленький так сейчас я возьму румяна сделаем сразу румяна сейчас еще все не закончено поэтому немножко непонятно я еще потом буду дышать румяна я наношу на вот это вот яблочко которое выпирающее то есть мне не нужно наносить полоски какие-то вот я нанесла румяна беру кисть другую уже взяла и такими же движениями возводящими вверх как каплю делаю растаскиваю румяна вверх и соединяю с контурингом вот румяна и эти же румяна я возьму кистью плоской кистью набрала и провожу складочку века вот сюда вот чтобы соединить макияж сделать его более таким вот нежным позитивным так скажем так вот она складочка вы видите у меня сейчас только стрелка немножко и подкрашены реснички я вот этой складочкой сделала такой вот как бы глаз засветился сразу ожил немножко так беру хайлайтер и хайлайтер наношу куда я наношу хайлайтер естественно пройдусь выделю вот это вот место переносицу на пипку именно на пипку не снижая вниз вот сюда чуть-чуть на боковую часть и увожу под глаз как бы я волнушку такую делаю губы прям по контуру губ и вот сюда на выпакую часть чтобы чуть-чуть засветилось подбородок чтобы засветился так получилось беру кисть и чуть-чуть растушевываю хайлайтер соединяю с румянами а можно еще знаете куда нанести вот сюда под бровь так чтобы засветилось все и вот сюда на серединочку немножко так и вот сейчас нужно немножечко сделать менее заметную линию по носу чтобы нос смотрелся гармонично потому что сейчас это просто непонятные линии их очень видно можно так прям пальчиками вбить пальчиком аккуратненько можно кистью или чуть-чуть спонжем снять излишки так вот она тень и я немного лишнего убрала вот с этого места возвращаю чтобы у меня носик стал прямым я хочу убрать вот эту широкую переносицу и мне это удалось и растаскиваю в сторону мне кажется нос получился очень даже аккуратненький здорово однако линия лица тоже более такая четко и закрепить макияж можно пудрой мне очень нравится новая пудра бронзер из серии giordani gold я просто в нее влюбилась у меня светлый оттенок я беру эту пудру обильненько набираю на кисть так стучу и прохожусь просто закрепляя макияж по всему лицу самое интересное что румяна можно нести тоже вместо помады у нас получился такой легкий гармоничный макияж который весь соединился румяна везде у нас контуринг хайлайтер все соединилось и получилось мне кажется очень даже симпатично разница мне кажется очень видно здорово где одна сторона и другая смотрите сами внимательно напишите в комментариях мне очень интересно как это выглядит со стороны но на мой взгляд получилось очень здорово самое главное это так легко и быстро первый раз когда я попробовала сделать макияж стиками я делала буквально на ходу за одну секунду я румяна нанесла быстро на веки на щеки на губы растерла на веках прям пальчиком взяла коричневые тени и нанесла в уголок коричневые тени чуть-чуть хайлайтера я сделала небольшую коррекцию то есть скулу выделила и немножко нос сузила получился такой живой классный макияж мне очень понравилось и мне кажется с этими стиками может справиться абсолютно любая девушка не нужно быть специально образованным визажистом уметь делать какие-то чудеса любая абсолютно в косметичке лежат три продукта и с ними можно делать все что угодно кстати вот этот контуринг можно также использовать и в качестве тени сейчас вам тоже покажу то есть я набрала контуринг и где нанесла румяна а вот сюда вот в краешек я более как раз этим коричневым цветом сделаю акцент и самое главное что интересно продукт не жирный и весь день я проходила с макияжем не собралось в складочках века то есть все было так вот красиво так эстетично сюда вниз можно чуть-чуть добавить так ну все я разошлась не на шутку то есть затемняем выделяем получается сияющая красивая нежная кожа так жду ваших отзывов напишите как вам новые стики попробовали не попробовали будете заказывать не будете или вы не любите такие вещи или вы любите и конечно же будете рады чтобы у вас все они были а я вам желаю всем красоты легких классных макияжей и до новых встреч в наших роликах всего доброго пока пока